И первым будет рассказывать о результатах нашей годовой работы Никита Благанский, о нашей недавней статье, которую мы еще опубликовали лишь частично, отправили на различные компрессии, о нашем новом методе компрессии модели глубокого обучения. Никита, тебе слово. Всем привет. Ладно, давайте начинать. Ну, во-первых, давайте я напомню вообще, зачем нужна NLP и где она применяется на примере приложения ВКонтакте. Итак, мы входим в приложение, и первое, что мы видим, это лента новостей. Как она подбирается? Она, очевидно, подбирается и ранжируется с помощью NLP. То есть более интересные новости, как кажется, модели, попадают выше, менее интересные и ниже. Также у нас детектится токсичный контент, и дальше, допустим, он отправляется на обработку, чтобы посмотреть, все ли там хорошо. Это тоже делается с помощью NLP-моделей. И также можно с помощью NLP-моделей генерировать ответы на, скажем, в разделе поддержки, потому что вопросы часто повторяются, и для их решения не обязательно прибегать к устным усилиям сотрудников. Собственно, тема эта уже не новая для лаборатории, как сказал Даня. Есть предыдущий доклад по теме, его делал Артем Чемаченко, который раньше был лаборантом в нашей лаборатории. По ссылке можно посмотреть его доклад. Там он подробно рассказал про архитектуру, собственно, трансформеров, и также про известные уже методы сжатия NLP-моделей. Я же расскажу про наш новый метод weight squeezing. Вообще, давайте начнем с проблемы. Зачем нам вообще нужна компрессия модели? Как мы видим, число параметров модели каждый год растет и растет очень быстро. Качество, конечно, тоже растет, но вот размер модели растет прям экспоненциально. Вот, допустим, у нас появилась какая-то новая задача, мы хотим ее как-то решить. Ну, давайте, кажется, что возьмем модель, которая лучше всего с этим справляется, и получим просто отличное качество, и все будут довольны. Но тут начинаются проблемы. Во-первых, большие модели очень сложно обучать, и не всегда существуют предобученные модели, которые отвечают запросам нашей задачи. Обычно большие модели обучают большие корпорации, для этого нужен огромный бюджет, и все уже пользуются их результатами. Также, чем дороже модель, тем больше модель, тем дороже обходится ее обслуживание. То есть, если у нас здесь большая модель, то нам приходится покупать много серверов, на которых эта модель будет лежать, и, собственно, поддержание, больше видеокарт покупать, и все это стоит ресурсов и денег. Также большие модели, как правило, они медленнее, чем модели поменьше. Ну, по очевидным причинам, больше операций, больше времени требуется на обработку. Ну, вот, кажется, давайте подумаем, и вот как мы можем избежать издержек на сервер, да? Ну, давайте задеплоиваем нашу модель на мобильное устройство. Мобильниками все пользуются, и как бы кажется, что наших мощностей тогда не потребуется, но тут все становится еще более драматично. Для деплоя на мобильник, во-первых, нужно очень мало места, чтобы модель занимала, потому что приложение и так занимает достаточно мегабайт. Более того, еще и модель нужно туда кинуть. Никто не захочет загружать приложение, которое весит много. Также не у всех пользователей есть самый последний iPhone, условно, который работает быстро с моделями, и нужно это учитывать. Нужно, чтобы каждый пользователь, в принципе, был доволен результатом работы модели. Ну, давайте подумаем, что можно сделать. Ну, первое, что приходит в голову, давайте просто небольшую модель возьмем, а возьмем поменьше и обучим ее. Кажется, что это, конечно, работает, но можно лучше, потому что у нас есть большая модель, которая справляется с лучшей задачей, а сейчас она никак не используется. Что же делать? Давайте будем использовать предсказание большой модели для обучения маленькой. То есть мы будем стараться, чтобы наша маленькая модель научилась подражать большой модели и таким образом добилась лучших результатов. Почему это вообще работает? Ну, допустим, у нас какая-то задача классификации, и мы, вот большая модель и маленькая, они предсказывают вероятности классов. То есть, допустим, к какому классу принадлежит текст. Собственно, во-первых, большая модель знает, как эти классы друг с другом взаимодействуют. Скажем, есть похожие классы, у которых вероятность все время должна быть примерно одинаковая. Есть классы совсем не похожие, у которых вероятность будет совершенно разная в зависимости от данных. И, собственно, на сложных примерах большая модель понимает, что у нее распределение по классу будет примерно равномерное, и поэтому она вот эти знания о том, что эти данные сложны, может передать ученику тоже. Что можно сделать еще? Помимо того, чтобы смотреть на разность распределения предсказаний по классу, можно еще смотреть на результаты промежуточных вычислений. То есть, не просто вот в конце смотреть на результат, а еще и как бы вот то, что получилось, скажем, пропустили через один слой, получились какие-то вичи, мы их сравнили с вичами, которые получились у ученика. Вот давайте рассмотрим этот момент подробнее. То есть, модель состоит из каких-то слоев, да, условно. И вот сначала идут данные, они пропускают через один слой, получаются фичи, потом эти фичи пропускаются через второй слой, ну и так далее. До конца, где уже в конце мы получаем нужное нам предсказание. Вот тут возникает небольшая проблема, потому что, как можно видеть, модель учитель, она как бы шире, то есть у нее больше число параметров, и вот эти вот фичи, они имеют чуть большую размерность. Вот возникает вопрос, как нам померить разницу между фичами ученика и учителя, если они разного размера просто. Одно длинный, большой вектор, другое маленький вектор. Обычно что тут делают? Ну, берут наш большой вектор из модели учителя и как-то его проецируют на то же пространство, что и в модели ученика. Вот эта вот матрица, она обучается, и в конце концов получается какая-то плоскость, грубо говоря, на которой все проецируется, и потом смотрится разность между предсказаниями ученика и, собственно, с проецированными предсказаниями учителя. Ну, хорошо, вот мы учитываем фичи, а вот можно ли как-то учитывать еще и веса подобным образом? То есть помимо того, что мы смотрим на результат вычислений, который получается после пропускания через слои данных, мы можем еще смотреть на сами веса, на сами слои. Только здесь возникает вопрос. Если мы там считали разность, что мы будем считать здесь? Ну, во-первых, давайте разберемся вообще, из чего стоит слой нейронной сети нашей, трансформера. Как правило, это какие-то матрицы. Сейчас даже неважно, что они делают. Суть в том, что основная информация о слое, она содержится в матрицах о том, какие там параметры. И вот нужно подумать, что мы можем сделать с этими матрицами. Вот подобным образом, как и с векторами, чтобы они стали поменьше, потому что модель у нас меньше, и, соответственно, у нас есть небольшая такая матрица, и мы хотим ее поменьше сделать. Можем ли мы также ее спроецировать, как и с векторами? Оказывается, мы можем сделать что-то похожее. В чем идея? Мы берем большие параметры от модели учителя и домножаем на две матрицы, слева и справа. Причем эти матрицы, они не квадратные, они прямоугольные. И из-за этого получившаяся матрица, когда мы умножим на левую и на правую, она будет меньшего размера. И таким образом мы можем получать веса ученика. Давайте разберем, что у нас происходит вообще. Мы берем вес учителя, ВТ. И, как я уже говорил, нажимаем слева и справа. И вот эти матрицы обучаются во время тренировки. После этого уже на тесте нам вот этот маппинг из весов учителя, веса ученика, нам его хранить не обязательно. Мы все, мы уже получили нашу маленькую матрицу, и теперь можно делать вычисления все с помощью нее. Вот возникает вопрос, с чем мы можем сравнить такой метод? С чем мы можем противопоставить? Будет ли он лучше работать, хуже? Собственно, что мы видим? Мы видим одну матрицу, которая раскладывает на три других. Самое первое, наверное, разложение, которое должно приходить в голову людям, это SVD, это самое популярное разложение, наверное, на три матрицы. Вот возникает вопрос, ну, SVD, хорошо, а вот что с ним делать? Тут надо вспомнить, что у нас матрицы непростые, а они удовлетворяют некоторым условиям. Каким? Вот давайте обрежем центральную матрицу, как показано на рисунке. То есть возьмем левый квадратик такой, от нее верхний. Вот мы обрезали ее, слева и справа тоже матрица обрезали соответствующим образом. И что у нас в итоге? В итоге, после примножения этих трех матриц, у нас получится матрица такого же размера, но меньшего ранга. И оказывается, что такая матрица лучше всего будет приближать веса исходные учителя. Хорошо, вот у нас есть три матрицы, но кажется, что зачем нам хранить все три? Мы можем, скажем, умножить первую матрицу на вторую, и тогда получим какие-то две матрицы. Разложение одной на две матрицы. Одну матрицу на две других. Собственно, в чем выигрыш? Пусть у нас в самом начале было m умножить на m параметров, тогда вот в этих двух матрицах можно понять, что там будет r умножить на m плюс m. А при размерах, скажем, больших достаточно, ну, там порядка 768, да, m и a. Выигрыш будет очевиден при малых r. Таким образом, давайте сравним вот SVDS, weight squeezing. Что у нас происходит? Мы также обучаем две каких-то матрицы во время тренировки. Но во время теста, как можно заметить, вот слева мы можем откинуть, да, вот эту левую и правую матрицу и веса учителя. А справа мы так сделать не можем. Почему? Ну, вы скажете, давайте просто умножим две матрицы, и все нормально будет, получим веса ученика. Но вот эти веса ученика, они же будут такого же размера, как и исходная матрица, мы не получим никакого выигрыша. Поэтому нам приходится хранить две вот этих матрицы, и либо просто, когда я скачал полюбить приложение, мы эти две матрицы просто храним и получаем выигрыш в размере. А когда нам нужна модель, мы начинаем как-то умножать ее. Ну, то есть мы начинаем, грубо говоря, распаковывать ее, но такой вариант нам не подходит. То есть нам не просто нужно всю модель нашу распаковать в какой-то один момент, нам приходится делать по-другому. Мы берем, и как только нам нужен какой-то слой или какая-то матрица, мы делаем перемножение. После этого мы опять удаляем матрицу большую и снова храним две. Из-за этого мы теряем скорости, но в принципе не проигрываем в памяти. Да, как я уже говорил, с вейтсквизингом можно отбросить все матрицы и хранить только одну маленькую. Да, вот тут важно, что слева у нас матрица маленькая, а справа у нас большая, и из-за этого все сложности. Оказывается, что наш метод работает в 4-5 раз быстрее из-за того, что, как я уже говорил, матрицы перемножать нам не приходится динамически. Теперь поговорим о том, как вообще измерять качество изыковой модели. Ну, или просто модели. Вообще, что происходит обычно? Вот кто-то придумал новую архитектуру. Что он делает? Он ее, как правило, сначала обучает на unsupervised задачу, то есть на задачу языкового моделирования. Что она из себя представляет? Мы берем просто большой корпус текста, маскируем какие-то токены и говорим модели. Вот попытаюсь угадать, что было на месте с маской. Она нам дает какие-то предсказания, и, собственно, потом мы модели уже говорим, что там под маской было такое слово, она считает ошибку и таким образом обучается. После этого, когда мы уже обучили языковую модель нашу, мы берем и просто тюним ее на нужную нам задачу, скажем, классификации. Вот хотим классифицировать новость по разделу. Что нам для этого нужно? Мы меняем немножко последний слой и чуть-чуть меняем веса модели. Кажется, что модель уже имеет представление о языке. Осталось всего лишь как-то рассказать модели, что нам от нее нужно условно. И вот существует GRU-бенчмарк. Это такой набор задач в основном классификации, но есть и регрессии, на которой тюнится уже готовая языковая модель. И, собственно, мы точно так же... Да, что делали мы? Во-первых, мы брали большую языковую модель, которая не помещается на мобильник условно. Мы тюним ее на нужную нам задачу. Она уже предобученная, она большая, и все, что нам остается, да, вот на downstream task, так сказать, затюнить. Теперь, по идее, мы должны теперь взять маленькую предобученную модель ученика. Но это нельзя сделать. Просто вот таких вот маленьких, порядка двух мегабайт языковых моделей, их не существует. Поэтому нам приходилось брать и случайно инициализировать ученика, и после этого дистиллировать в него знания. Таким образом, мы теряли, конечно, в качестве, но ничего лучше пока что предложить нельзя. То есть нам приходилось не тюнить модель ученика, а по факту ее заново обучать. Вот здесь представлены результаты наших методов по сравнению с другими. Здесь на первой строчке это метод без факторизации, то есть без разложения SVD, без вейтсквизинга и без чего-то там другого. Как видно, вейтсквизинг почти везде ведет себя лучше. Он точно, во всяком случае, не проигрывает другим методам. Здесь также на последней строке представлен TensorTrain. Собственно, что это такое? Ну, по факту, это некоторое обобщение SVD. То есть если у SVD у нас просто три матрицы, то в TT у нас как бы сумма из вот этих вот троих матриц идет, и таким образом вроде как обобщающая способность становится больше. Он работает еще медленнее, но при этом, как мы видим, в принципе он работает получше, чем в SVD. Что мы пробовали еще? Помимо того, что я говорил, что мы брали очень маленькую модель ученика, мы экспериментировали еще просто с, скажем, большим моделью учителя и со средней моделью ученика. То есть вот с такими языковыми моделями, которые мы в принципе можем уже найти, в открытом доступе, условно. Что мы делали? Мы часть весов брали из предобученного ученика, а часть мы пытались замапить из модели учителя. Ну, то есть мы взвешенную сумму просто делали этих весов, так, чтобы коэффициенты в сумме давали единицу. И оказалось, что это накидывает качество и работает лучше. То есть по сравнению с тем, чтобы мы просто тюнили бы среднюю языковую модель. Что мы пробовали еще? Мы пробовали еще сделать как бы автоэнкодер. В чем заключается суть? Помимо того, что мы маппим большую матрицу в маленькую, мы еще пытаемся из этой маленькой матрицы обратно перейти в большую. То есть, грубо говоря, мы пытаемся как-то вот сжать большую матрицу так, чтобы можно из этой сжатой потом восстановить обратно большую. И, грубо говоря, вот читали ошибку между восстановленной матрицей и исходной. Но, к сожалению, этот метод не сработал. Пока не ясно, почему. Такова сыпа, такое бывает. Что мы пробовали еще? Мы смотрели на распределение ученика, если его просто обучать, визитиляться знаний без факторизации весов. И посмотрели на распределение, которое получается в результате его отсквизинга. Оказалось, что эти распределения немножко отличаются. И нам хотелось подогнать эти два распределения как можно ближе друг к другу, чтобы они меньше различались. Кажется, что это, возможно, бы накидывало качество. Но тут сразу парочка проблем. Во-первых, тут, как видно, поиск наибольшего собственного значения есть. Он работает немножко медленно. Это первый минус. Во-вторых, на самом деле, он прироста, равномерного прироста он не давал. Там немножко не ясно было. И мы пока что отказались от этой идеи. Что мы будем делать дальше? Собственно, вот этот метод можно попробовать не только в NLP. То есть, в принципе, слои состоят из матриц абсолютно в любой области. Можно, скажем, в аудио попробовать, в CV. И еще один пункт. Область очень быстро развивается. То есть, помимо обычной дистилляции, возможно, есть какие-то фишечки, которые будут немножко накидывать в качестве. И, в общем, надо следить за новыми статьями и оставаться в курсе дела. Вот. Где можно прочитать, собственно, статью? Сразу оговорюсь, статья еще не полная. Дело в том, что мы нашу как бы основную статью закончили на правильной конференции, поэтому не можем ей делиться в открытом доступе. Да. О том, кто писал, во-первых, писал Артем и Даня. Артем, как я уже говорил, раньше был лаборантом. Даня сейчас руководитель лаборатории. И ее писал я и Паша. Паша раньше руководил лабораторией. По ссылочке, в общем, можете прочитать статью. И если у вас есть какие-то вопросы, я готов ответить. Я возьму на себя роль модератора вопросов. Я напомню всем, что за лучшие вопросы к докладу мы раздаем ништяки. Будут подарки приятные. И призываю всех, кто находится в зуме, поднимать руку и спрашивать. Мы на все ответим. И также призываю тех, кто смотрит сейчас трансляцию, писать вопросы в комментарии. И там даже есть уже вопрос. Я пока прочиту существующие. Мы рассказали про то, что у ученика и учителя может быть разная размерность скрытых представлений. Но не рассказали о том, что делать, если у них разные длинные модели, количество слоев. Что делать в этом случае и есть ли разница, с каких именно слоев учителя и ученика брать фичи, чтобы между ними считать этот матчинг? Если брать наш эксперимент, то мы брали ученика и учителя одинаковой длины, кроме gated.us. А вообще глобально, например, в статье, которая всего началась, это distilbert, там что делали? Там увеличили не размерные слои, а брали просто вместо 12 слоев энкодеров 6. И брали и делали через одного, грубо говоря, пытались найти. Считали разницу между хиденами. То есть, если у модели учителя было 12, то у модели ученика было 6 энкодеров. И просто у учителя пропускалось через два слоя, а у ученика через один. Ну и так продолжалось до самого конца. Так что, да, вполне рабочая схема. Есть ли разница, с каких слоев брать? Ну, она есть. Но чисто эмпирически обычно берут учителя, которые в два раза больше. Я возьму на себя немного, я дополню, что когда мы учали gate.us, у нас учителя, у него было там что-то в духе 12 слоев, а у ученика было 8. И мы брали, насколько я помню, последние 8 слоев учителя. И как раз таки отображали их. И это тоже отлично все работало, все было хорошо. Но в действительности можно заниматься небольшой количеством эквилибристики и попытаться придумать, а как все-таки, какие слои выбрать лучше. Я вижу еще один вопрос. Никита, почему пробовали ли вы какие-то способы прунинга одновременно с дистилляцией? Ну, прунинг мы не пробовали. По какой причине? Если брать обычный прунинг, который не структурированный, да, просто какие-то веса удаляем, то он выигрыш производительности не дает. Почему? Потому что мы просто заменяем какие-то веса нулями. И все равно как бы модель в итоге нажать на эти нули и так далее. Прунинг какой может быть еще, да? Мы можем убирать слои. Но, в принципе, почему нас это не сильно интересовало? Потому что мы сравнивались именно с похожими методами, которые позволяют именно через, не через прунинг уменьшать модель, а через, условно, факторизацию и через дистилляцию знаний. Я тоже опять снова допомню, чуть-чуть совсем. Мы когда-то еще на ранних этапах, мне кажется, где-то месяц на второй написании статьи, экспериментировали с тем, чтобы эти самые отображения сами по себе раскладывать на низкоранговые представления. То есть мы само по себе отображение, например, представляли через Тензор Трейн. Это нам не давало никаких приростов с точки зрения точности гипотической. Мы могли скосить размер этих параметров, потому что это сейчас основной потом NEC был. Но все равно это нам несколько усложняло обучение, потому что все становилось сильно медленней. Вот. Немного такое тоже отклонение. Так, тут полились еще вопросы. Никита, есть ли какое-то предположение, почему не работал метод с автоэнкодером? Ну, так сложно сказать. Возможно, вообще автоэнкодер, он накладывает некоторые ограничения на матрицу, которая должна быть. Грубо говоря, она не то чтобы обратима должна быть, а должна существовать другая матрица, которая эту маленькую мапит в большую. И вот не факт, что, скажем, при оптимальной маленькой матрице существует такая матрица, которая мапит в большую. Ну, может быть и не так. И поэтому, возможно, автоэнкодер накладывает слишком какие-то серьезные ограничения на веса ученика, и поэтому не работает. Согласен, кстати, с этим поинтом. Мы тоже где-то в наших экспериментах у нас были... Когда-то были работы, которые мы в какой-то момент обнаружили, и были очень похожи на VX-визинг. Срединственная разница в том, что у них бралась большая модель, и добавлялась регуляризация на то, что веса маленькой модели должны быть похожими на некое отображение из весов большой. То есть фатальная разница между нами и ними в том, что они добавляют регуляризацию на это. У нас это все-таки была полноценная реформатризация. И в наших экспериментах этот метод был фатально нестабилен. То есть это добавляло огромное количество дополнительных параметров. Какой вес там на ОСТ был на то, чтобы маленькая матрица должна была быть отображением большой, или наоборот. И это все сильно нам усложняло. И мы даже исключили эти методы из наших статей. Потому что вот есть какой-то в этом нюанс. Мы толком... Есть только какие-то вот такие общие гипотезы, что это может быть очень сложно сделать. Новый вопрос. Как обучаются те две матрицы преобразования для сжатия? Там, кажется, вопрос уже был снят. Да. Но, опять же, быстро отвечу, что мы точно так же обучались просто на обычный ОС. То есть веса просто реформатризовывались. Так. Я быстро чекну, есть ли у нас поднятые руки. Я лично их, кажется, не вижу, чтобы спрашивать голосом. Но я призываю, если кто-то хочет пообщаться прямо с нами, можно спрашивать вопросы голоса. Мы будем безумно за это. Вопросов в чате я пока не вижу. Так. Новых пока еще не заметил. Но, в любом случае, следующий наш доклад, он будет через 10 минут. Поэтому, насколько я понимаю, сейчас мы с вами можем продолжить в чуть более свободном формате пообщаться про все это, пока мы ждем следующий доклад. И я еще напомню о том, что в конце всего нашего семинара у нас будет викторина по поводу всех докладов, за выигрыш, в которой могут участвовать те, кто сидит с нами в Zoom. И за нее тоже можно получить приятные призы. И, кажется, я вижу поднятую руку. Да. Тома-чема-чема, который с нами писал эту статью «Добрый вечер, Артема». Да, добрый вечер. Нет, просто дополнить ответ, который был задан по поводу слоев. А именно, если у нас есть модель учителя, которым cf больше, чем адреслиент, которым cf поменьше. Это, на самом деле, вопрос того, как дистиллировать с промежуточными значениями. И было статьи, в которых все это поднималось. Одна из которых — это бедного человека, PursmanBird, где это можно почитать. И там подробно разбирались разные стратегии, как это можно сделать. И, в принципе, это можно реально экспериментировать как один такой гиперпараметр из дистиллиации. Все так и есть. Так, делаю такое небольшое окно, еще секунд 10. Вылавливаю поднятые руки и вопросы. Если нет. Я не могу поднять руку. Почему? Давай так. У меня вопрос про домен другой. Никита сказал, что для зрения хотели попробовать. Пробовали для спича, для чего-то еще, именно сквизинг. Такой вопрос на вес, мне кажется, немножко. Мне кажется, это интересно. Это, кстати, к слову, больше не к Никите, это ко мне и к Артему. Да, да. В какой-то момент, когда мы этим занимались. Но, опять же, я со зрением с этим копался. Но со зрением там все-таки несколько все сложно. Ну, к Артему сейчас дойдет очередь. Со зрением все сложно, потому что как отобразить обычную свертку, это все-таки не очевидно. То есть, если мы там возьмем, например, сепарабельную свертку, там более-менее понятно. То есть, она в виде матрички так или иначе представлена каждый из весов. Вот там сквизинг работает. С другой стороны, вот как представить обычную большую свертку через сквизинг, вообще не ясно. То есть, нужно немного добавлять все-таки элементы алхимии, того, как ее правильно разложить, правильно ее отображать, как правильно учитывать какую-то локальную информацию внутри веса свертки. Если этого не делать, то все разваливается. Я сделал небольшое отклонение, что эта статья у нас начиналась года два назад, когда я пытался ее в первую очередь делать с свертками. Я ее делал в тупую, с свертками тогда не работало. То есть, у нас еще спустя какое-то время мы предложили Артему, типа, попробуем, может, с трансформерами. Там вот с свертками есть проблема вот эта, с локальностью вот этих вот весов. Мы, может быть, неправильно отображаем. Тогда это все заработало. Вот. И Тема про звук, мне кажется, может ответить. Ну, про звук. Была только одна модель для ISR, которая работала с свертками. Это были специальные свертки, которые называются... Во-первых, это были свертки, которые работают на одномерных данных. И это были еще специальные свертки, которые используются для DeepWisePointWiseConversion. То есть, их матрица весов представляет себя прямоугольником. То есть, очень легко можно использовать методовый список для того, чтобы с ними поработать. Но там не очень... Там, получается, очень долго шел эксперимент из-за проблемы с исходным кодом. Тот, который был предоставлен NVIDIA, который был, это модель. Он был достаточно сложен для того, чтобы его включить, и удалось сделать свой прообраз этого кода. Но у него было очень много проблем. Проблем больше технической части, чем у среду ракетической. Но больше еще не занимались пока с ISR. NVIDIA виновата, что не дожило. Да. Спасибо тебе. Nemo вставляет на палки в колеса. Этот комментарий гораздо шире, чем вы думаете. Новый вопрос. Пробовали ли мы алгоритмы Neural Architecture Search? Я ждал, что кто-нибудь его ответил. Никита просто смеялся, тогда отвечу я. Нет, вкратце, мы не пробовали. У нас в этом плане немного граничный ресурс. Мы не очень много инвестируем в нас. То есть, конкретно для этой статьи, то есть, мы как бы пользуемся разными хитрыми методами для того, чтобы подобрать параметры какие-то, но мы не подбирали именно архитектурные модели. То есть, это для нас было просто невыносимо в плане вычисления. Мы бы тогда никогда не закончили эту статью, мы бы никогда ничего не посчитали. Либо когда бы мы это уже посчитали, кто-то бы это сделал заранее сильно с нами. Поэтому мы приняли четкое решение немного изолироваться от поиска архитектуры. различными методами. Есть еще немного в топный вопрос, кажется, про то, какими задачами занимаются в CoreML. Я думаю, если у нас скоро закончатся вопросы, то в пятиминутку перед тем, как у нас освободится время перед следующим докладом, мы можем поблатать про это. Но, к сожалению, у нас среди нас сейчас нет ребят из CoreML. Можем только из вторых рук рассказать, чем они занимаются. Там еще был вопрос в чате у нас про то, какой был выигрыш в скорости. Паша на него ответил в чате тоже, но я проговорю его голосом, потому что ребята, которые смотрят трансляции, могут показать просто видят. Да, вот в какой скорости прирост в инференсе? Смогу ли? Наверное, нет. Ну, в 4-5 раз, если вкратце. Там, на самом деле, 4-5 раз – это очень такой сжатый ответ, потому что стоит понимать, что, опять же, его, во-первых, можно гонять на GPU и на CPU. Это четыре разных человека. А во-вторых, есть там просто SWD, есть там типа Tensor Train, которые дают там похожее количество параметров, и они имеют разную скорость. То есть, если мы сравнивали с Tensor Train, то у нас получалось… Я боюсь рвать то ли 100, то ли 1000 раз быстрее, но мне кажется, что все-таки Tensor Train нужно очень правильно приготовить в плане того, как его считать быстро, то есть, если мы хотим пересчитывать матрицы и не потерять по памяти. Но так или иначе, все-таки, вот эти методы его низкоранговые, они на нас накладывают ограничения в плане того, что относительно обычных моделей с таким же количеством параметров они сильно медленнее. И там, на самом деле, все очень сводится не только к тому, что нам нужно еще вот эти матрицы пересчитывать, а, например, если бы мы разложили какой-то трансформер через SWD, у нас в статье в этом небольшой даже параграф есть. Стоит понимать, что трансформер, если у нас был трансформер, у которого hidden size 1000, 1024, то на самом деле там attention будет все равно считаться между большими векторами в этом большом трансформере. В то время, когда нам маленькая модель с маленькими весами позволяет считать attention между маленькими векторами. То есть, несмотря на то, что параметров в SWD на трансформере может быть меньше, количество вычислений может в конечном итоге быть больше. И это сильно накладывает ограничения на какую-то скорость. И это критично оказывается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok